Андрей Барбюс – французский писатель, журналист и общественный деятель, член французской коммунистической партии, иностранный почетный член НССР. Биография – родился в маленьком городке Эньер-Сюр-Сен в протестантской семье. Отец – француз, мать – англичанка. Первое поэтическое произведение «Плакальщицы». Его первые романы «Умоляющий и ад» не пользовались успехом. В 1914 году добровольно вступил во французскую армию, воевал против немцев во время Первой мировой войны, был ранен и комиссован в 1915 году, награжден военным крестом и союзной медалью победы. Известность Конре и Барбюса пришла благодаря антивоенному роману «Огонь», посвященному революционизации сознания масс во время Первой мировой войны. Для стиля Барбюса характерен натурализм. Кроме того, его перу принадлежат сборники новелл «Происшествия и правдивые истории», лауреат престижной французской Ганкуровской премии за роман «Огонь». Октябрьскую революцию 1917 года в России Барбюс воспринял как основную вэхо в современной истории, всемирно-исторического значения, давший надежду европейским народам на освобождение от гнета капиталистической системы. Написал второй антивоенный роман «Ясность». Под влиянием событий в России вступил в РКП. В 1924 году выступил против репрессий участников татарбунарского восстания со стороны Румынии. В своих сочинениях «Свет из бездны», «Манифест интеллектуалов» Барбюс резко критиковал капиталистическую эксплуатацию и буржуазную цивилизацию. Одновременно активно пропагандируя процессы строительства социализма в СССР и лично деятельность Сталина. Книга, однако, была вскоре запрещена в Советском Союзе из-за того, что многие упоминаемые там лица были репрессированы. Автор афоризма «Сталин. Это Ленин сегодня посетил СССР в 1927, 1932, 1934 и 1935 года». Андрей Барбюс был учредителем Международного антивоенного объединения деятелей культуры «Кларти». В 1919-1924 годах совместно с Раменом Роланом редактировал журнал «Кларти», участник Конгресса писателей в защиту культуры, прошедшего в Париже в 1935 году, и нескольких антивоенных конгрессов. Его самое известное в России произведение далеко от политики, однако подарило ему огромную славу и успех в театрах всего мира. Это пьеса по рассказу «Нежность», герой которого получает в течение 20 лет пять писем от своей любимой. Жениться на которой ему не разрешили родители Барбюса ценил Борхес. Барбюс заболел пневмонией во время написания второй биографии Сталина и умер в Москве 30 августа 1935 года. Похоронен в Париже на кладбище Перла-Шес. На его могиле установлен камень из родонита, третий по величине в мире. На камне выгравировано слово Сталина о Барбюсе.